Привет! Хочу сразу, прежде чем вы начнете смотреть это видео, выразить вам всем огромную благодарность за просмотр предыдущего видео, которое набрало больше тысячи лайков. Спасибо огромное, ребят! Я вижу вашу поддержку, я вижу, что я сюда хожу небессмысленно, снимаю это видео, хожу по этому рынку. И, как и говорил, сегодня 26 марта, сегодня же вечером вы увидите это видео и сразу еще раз сделайте мне приятно, поддержите видео лайком. Давайте наберем уже тогда полторы тысячи, чтобы я еще больше для вас старался. Сегодня пройду, сегодня мало машин, да, сегодня суббота, но завтра я, к сожалению, не могу попасть на рынок. Ну, сегодня опять я пройду, покажу, какие есть цены на автомобильном рынке в Ереване, тем более сейчас курс рубля укрепляется, доллар падает, еще выгоднее стало покупать машину. Поддержи, братка, лайком это видео и вперед погнали смотреть, какие есть машины на 26 марта 2020 года в городе Ереван. Так, ну, начнем, друзья, сегодняшнее видео с корейцев. 2019 год, двухлитровый, 24 тысячи миль. Раз. 37 тысяч миль, 18 год. Два. И еще один у нас 54 тысячи миль. 2019 год. Вот такие автомобили сразу становятся на российский учет. Пока показываю, объясню, как это становится на российский учет. Это машины, которые были завезены с 2020 года. И по сей день они являются товаром таможенного союза, поэтому без каких-либо доплат вы можете поставить на российский учет. Но доплаты будут. Это будет электронный ПТС, СБКТС. Все это мы можем помочь вам сделать. Так что мы спокойно берем транзитные номера, ставим на этот автомобиль и вывозим к себе домой. Все, пошли смотреть дальше автомобили. А, не сказал цены, извиняюсь. Цены от 14500 до 15000 долларов. Тем более сейчас рубль падает. Я буду считать доллар по 100 рублей. Ну, он уже падал до 93. Это где-то полтора миллиона рублей. Идем дальше. Так, смотрите, какой наш Outlander Sport 2018 года. 2.4 мотор. Цена 15000 долларов. Полтора миллиона рублей. Камера заднего вида. Сеточка чистенькая, аккуратненькая. Кожаный салон и вот такая огромнейшая панорама. Бесключевой доступ. Четыре подъемника. Электрозеркала со складыванием. Электропривод сидений. Кожаный руль. 82 тысячи пробега. Подогрев сидений. Огромная панорама. Машина проходная на российский учет. 15 тысяч долларов. Тойота Сиена XLE. Проходная на российский учет. Электропривод багажника. Огромнейший багажник. Кожаный салон. Дополнительное место. Камера заднего вида. Цена данного автомобиля. 30 тысяч долларов. Становится на российский учет, как и сказал. Поддержите меня, пожалуйста, в видео лайком. Обязательно поставь лайк, потому что дальше ходить не буду. Если мне ничего у вас не нужно, только лайк. Кожаный руль. 55 тысяч майл пробега. Очень интересный автомобиль. Девятый месяц. Семнадцатый год. Можно приехать и купить его. Приблизительная стоимость 3 миллиона рублей. Если переводить в рубли. Но курс падает. Я думаю, будет еще дешевле. Добрый день. Почем Нива? Дорого. Сколько? Сколько Нива стоит? Сколько Нива стоит? Пиво? Да. Восемь тысяч семьсот долларов. А какой год? В девятнадцатый год. Дешевле, чем в России получается. Без кондиционера, да? Нету кондиционера. А нет, кондиционер есть. Восемь тысяч семьсот. Урбан. Девятнадцатый год. Смотрите, как она блестит. Она, по-моему, с завода так не блестела. Прямо с завода. Любимая тема. Шевроле Малибу. Шевроле Круз. Девятнадцать четыре тысячи пробега без караска. Такой не надо. Девять с половиной тысяч. Девять с четыре караски не без лет. Девятнадцатый год. Тридцать четыре тысячи пробега. Девять с половиной. Приятно, что ценники висят. Обычно этого нет. Все проходные на российский учет. Так, здесь еще СЕ-комплектация Королла. Вот с таким диффузором. Девятнадцатого года. Хозяин сказал 22 тысячи долларов. Все помощники, как на Камре. Движение по полосам. Адаптивный круиз-контроль. Система столкновения. Новый монитор. Автохолд. Двигатель нового поколения. С маленьким расходом. Вот такой автомобиль. Также становится на российский учет. Ну а я от вас прошу одного. Поставить мне лайк. Чтобы мне было приятнее ходить по этому рынку. И узнавать самые свежие цены для вас. Погнали дальше. Пишите в комментариях. Какие автомобили вы хотите больше видеть. И я постараюсь. Я почитаю ваши комментарии. И сделаю больше этих автомобилей. Как и просили. Тойота Альфард. Нашел. Последний. Шестой год. 120 тысяч пробега. 2.4 мотор. Дверь из фунта открывает. Дверь электрический все. Монитор. А газик с доводкой. Не электрический. И сколько стоит он? Цена какая? Последняя? Да, последняя. 11 тысяч. Вот, ребята. 11 тысяч. Последняя цена. Еще есть такие автомобили. Но очень-очень мало. Специально снимаю для тех, кто хочет себе минивэн. Еще подарок кожаные обески даю. А. Еще и чехлы кожаные. Владелец сказал подарить. Вот, достойный автомобиль. Пойдем дальше. Как, ребята, еще один нашел. Четвертого года. Цена 10500. Перекидка. Граждане Казахстана его уже смотрят. Кожаный салон со вставками. Кантары. Передний привод. Цена 10500. Камри 2010 года. Цена какая у нее? Цена. Цена 10500. Но этот автомобиль не проходной. На учет сразу не поставите. Только можно будет в следующем году. Это? 15-й год. Это будет 15-300. 15-300. И вот эта беленькая. Это 14-й год. Тоже самое. 15-й год. 15-й год. Все моторы 2,5. И сороковка. 10-й год. Сороковочка. 10-й год. 10500. Вот такие. Тойотки. Камри. На выбор. Любой. Можно приехать и забрать. Кстати, мы можем вам проверить перед покупкой автомобиль. Сделать полный фото-видео отчет. Проверить ходовую часть. Лакокрасочное покрытие. И отправить вам даже в Россию, в Казахстан. Куда угодно. Еще 50-точка. 12-й год. 11500 долларов. В Казахстан отправляем автомобили. Путь налажен. Оформляем на вас документы. И вы уже получаете этот автомобиль на территории Республики Казахстан. Хочу еще показать одну Тойоту Камри. Это гибрид. 2007 год. На коже. С люком. Цена автомобиля. 7500 долларов. И еще одна 70-ка 2020 года. Цена автомобиля 28000. С люком. Проходная на российский учет. Не, я посмотрю пробег просто. 2295 тысяч миль. Вот такой автомобиль. Можно поставить на российский учет. Mazda CX-5. Полный привод. 2.5 мотор. Комплектация Sport. Цена 24000 долларов. Полный привод. 17-й год. Проходная на российский учет. Так, нашел Альфард. Поддержите лайком. Ищу, хожу их. 2005 год. 2.4 с аукционным листом. Ни одной крашеной детали. Передний привод. 2 электрических двери. Цена 10500. Такой вот очень чистенький автомобиль с Android монитором уже. Kia Seltos 2022 год. Пробег 24 километра. Не тысяч, а километра. Цена 28000. Грубо говоря, 2 миллиона 800. Даже чуть меньше. 4 на 4 двухлитровый. Автомобиль абсолютно новый. Все в пакетах. Даже новую машину есть. Рейлинги на крыше. Паноприводная. 28. Напишите в комментариях, кстати, сколько в такой комплектации. Данный автомобиль сейчас стоит в салоне в России. Может кто-то видел. Машина куплена из автосалона. 14 марта в объявлении написано. Ребята, я прочитал ваши комментарии. Но сегодня суббота. Специально поднялся сюда. К вот этим грузовичкам. Но их тут совсем мало. Обычно их очень много. Но по воскресеньям. И опять же, нету ни одного хозяина. Исят только номера телефонов. Не обессудьте. Я обязательно приеду сюда. Когда их будет тут много. С хозяевами. И сниму данные автомобили. Цены. Состояние. Обязательно это сделаю. Без обид. Ну вы поставьте мне лайк. Чтобы мне было приятнее это сделать. В следующий раз приехать. И отснять вот эту вот технику. Специально для вас. А я пошел дальше. Друзья, хочу показать вот такую вот Kia Optimo. Комплектация XE с панорамой. Красавица. Парктроники. Камера. Конечно, привлекает ее панорама. Такая мордаха у нее. 16-й год. Машина проходная. Товар Евразийского экономического союза. Выговорил это слово наконец-таки. Память сидений на двух водителей. Складывание зеркал. Электропривод сидений. Огромнейший мультируль. Монитор. Подогрев сидений. Охлаждение сидений. Подогрев руля. Кнопка запуска. Огромная панорама. Цена автомобиля 13 тысяч 500 долларов. Черный потолок. Очень красиво. Любой автомобиль мы можем с рынка вам проверить. Правильно оформить. Помочь получить электронный ПТС. И поставить на российский учет. Смотрите. Нашел Круз. В хэтчбеке. Я их видел только с седанами. В черном цвете. 2017 года. Ценник, к сожалению, не написан. Есть только номер телефона. Но машина закрыта. Но, кстати, в хэтчбеке, я хочу вам сказать, очень плохо смотрится. Если вам интересно узнать, сколько за него цену, я обязательно еще поищу такие машины в хэтчбеке. И скажу вам. Напишите это в комментариях. И вот же тут для сравнения, смотрите. Стоит старый Круз. Какая у него мордашка. И новый Chevrolet Cruze. Напиши в комментариях. Как вам два этих Круза. Какой лучше выглядит. Может быть, старый кому-то больше нравится. Может быть, ну, как по мне, старый он какой-то более агрессивный. А новый, такой какой-то симпатичный, такой, такой дружок. Даже не знаю. Ну, больше нравится вот этот. Мне лично вот этот. Было бы неплохо поставить рядом седан и седан, чтобы сравнить эти два автомобиля. Так, Тойота Корова. Цена автомобиля 13500. Год 2015. Очень красивый белый цвет. Линзы. Ходовые огни. Цена 13500. Долларов. Где-то 1 350 000. Вот такой Камара 2015 года. 16 тысяч долларов. Это, грубо говоря, грубо говоря, миллион 600, возможно, и меньше. Смотрите. Куда бы вы ни приехали, сломают шею. 16 тысяч долларов. И он твой. Прежде чем с вами попрощаться, я хотел бы вас еще раз, очередной раз попросить лайк. Потому что, ребят, честно, это меня больше всего стимулирует. Больше снимать видео, больше ходить, спрашивать цены. Тем более, сейчас рынок становится уже на процентов 70. Он стал проходными автомобилями, которые можно сразу поставить на учет в Российской Федерации. Поэтому для вас это вообще ничего не стоит. Поставить мне лайк. А для меня это огромнейший стимул, чтобы приходить, делать и делать для вас новые горячие видосы. С вами был Сергей, компания АвтоАк. Всех обнял. Поставь лайк по-братски. До новых встреч. Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Продолжение следует...